22 аварии на дорогах Челнов с участием детей. И это только за 4,5 месяца. В прошлом году за этот же период цифра была почти в два раза меньше. Происходит ДТП не только по вине водителей, но также из-за того, что дети не знают правила дорожного движения. Во второй день пребывания в набережных Челнах главный автоинспектор Татарстана направился в детский сад Планета Детства, чтобы проверить знания его воспитанников. А вас молодец, есть? Артур. Крепкие рукопожатия с воспитанниками сада и общение на равных. Все по-взрослому. Воспользовавшись тем, что в этом возрасте детвора обманывать еще не умеют, Ревкат Мениханов решил узнать, не нарушает ли их родители правила дорожного движения. Кресло есть детское? Есть. Есть? А кресло впереди или сзади? Переди. Переди? Ну в кресле сидишь, да? Да. Ну это еще более-менее. Еще я расстегиваюсь. Общение с детсадовцами продолжилось в группах. Здесь дошколята с помощью интерактивной доски узнают о сигналах светофора и дорожных знаках. Даже игры обучают малышей правильно вести себя на проезжей части и рядом с ней. Как дела, дети? Хорошо. Вообще так. Осмотрев все достопримечательности детского сада, Ревкат Мениханов побеседовал и с его сотрудниками. По его словам, знать правила дорожного движения должны не только дети, но и педагоги. Надо сказать, что вот в вашем дошкольном учреждении те преподаватели, которые и на русском, и на английском, и на татарском, да, а за есть, владеют. Конечно, детей переучивать не надо. Детям лучше надо. Это такой возраст, где больше показывать надо, чтобы все это закреплять. А для того, чтобы у педагогов была возможность закреплять эти знания успешнее, Ревкат Мениханов преподнес всему садику оригинальный подарок. В этом детском саду уже существует пять групп с углубленным изучением правил дорожного движения. С вручением этого сертификата здесь уже через месяц появится специализированный автокласс. Эльвира Салахова, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережная Челны.